И город для меня бесконечно родной, бесконечно любимый и очень болезненно я отношусь к тому, что город не развивается так, как хотелось бы городу развиваться. И знаю, что сейчас, конечно, беспокоит и всю нашу страну и могу говорить и рассказывать о том, как кандидат в президенты я вижу и общественно-политическую, социальную, экономическую реформу. Но хочу сказать, что с точки зрения моего видения развития города Одессы, конечно, оно должно отличаться от того, что будет происходить в стране в целом. Потому что Одесса – это уникальный город, многонациональный город, портовый город, торговый город. И город, у которого всегда была удивительная такая интересная судьба. И я считаю, что эта судьба должна продолжаться и развиваться далее. Сейчас один из наиболее, конечно, таких острых вопросов для всех – это мир. И я хочу принести свои огромные соболезнования всем тем, кто погиб 2 мая в Одессе, независимо от того, на какой стороне были эти люди. Потому что считаю, что и кровь у нас одна, и дети-сироты одни, и вдовы. И это огромная трагедия для всей нашей страны. И я очень надеюсь, что все виновные в смертях, все эти люди, которые виноваты в том, что погибли люди, опять же, независимо от их позиции, позиции всех остальных, что те люди, которые виновны в гибели людей, что все эти люди будут не только найдены, а и понесут по закону наказание. И все, что я смогу со своей стороны сделать, и с точки зрения гражданского расследования, и как кандидат в президенты, и как общественный деятель, я буду делать все для того, чтобы справедливость восторжествовала. Потому что без справедливости, без правды, следующие шаги по развитию страны делать очень сложно. Продолжение следует...